Друзья, всем привет! Угадайте, кто это? Совершенно верно, это Элисейв. Поздравляю, вы умеете читать, этим нужно гордиться. Гордиться так, как гордятся игроки, что выбили себе непобедимого. Или Аниксию, или Пепел Алара. В общем, как те, кому улыбнулась чертовка Фортуна. А улыбнулась она им, потому что они, в свою очередь, не опускали лапки и продолжали каждую неделю фармить рейды. Хоть занятие это довольно легкое, далеко не всем оно по душе, поскольку требует много терпения и огромного желания получить редкого маунта. Но раз вы открыли это видео, значит желание у вас точно есть. Осталось запастись терпением, но пока вы им запасаетесь, я буду рассказывать о рейдах, что можно проносить в соло каждую неделю, с целью получения самых редких скакунов в World of Warcraft. Если вдруг вам мало раза в неделю и вы хотите чаще, тогда посмотрите мой ролик о маунтах, которых можно фармить каждый день. Надеюсь, в лапках у вас уже есть кофе-чай и сидите вы максимально удобно. Если это так, тогда приятного просмотра. Начнем мы с самых быстро проносимых рейдов и закончим самыми долго проносимыми. Первое. Старый Каражан и маунт Огненный Боевой Конь. Рейд находится в Перевале Мертвого Ветра. Альянсу можно добраться туда из Штормграда, а Орде из Пиратской Бухты. Все, что нам нужно тут сделать, это убить ловчего Тумена. Если маунт выпал, советую порадоваться, ведь шанс его дропа 1,1%. Если не выпал, то шагаем в следующий рейд. Второе. Логово Аниксии и маунт Дракона Аниксии. Рейд находится в Пылевых Топях. Игрокам Альянса можно долететь туда из Силитуса, а Орде прямо из Аргримара. Уровень сложности выбирайте на свое усмотрение. Вероятность выпадения маунта все равно останется 1,4%. Заходим в рейд, убиваем с тяжестью в сердце прекрасную Аниксию и проверяем лут. Радуемся или нет, в зависимости от того, выпал нам маунт или, собственно, нет. После выходим и летим дальше. Третье. Трон Четырех Ветров и маунт Дракон Южного Ветра. Рейд находится в Ульдуме. У обеих фракций в столицах есть порталы прямо в эту локацию. Уровень сложности рейда, как и в случае с Аниксией, на ваше усмотрение. Вероятность выпадения маунта 2%. Наша задача убить первых трех товарищей, а после убить Алакира, с которого и должен упасть Дракоша. Чекаем лут и выдвигаемся дальше, в путь. Четвертое. Око Вечности и сразу два маунта. Лазурный Дракон и Синий Дракон. Рейд находится в Борейской Тундре. Добраться туда и красным и синим можно через портал в Старый Даларан. Уровень сложности все так же на ваше усмотрение. У синего дракона шанс дропа 4%, а у лазурного 3%. Убиваем Маликаса, лутаем его добро и бежим дальше, за следующим скакуном. Пятое. Око В Крепости Бурь и Маунт Пепел Алара. Рейд находится в Пустоверте. Обеим фракциям нужно сперва тпшнуться в Шатрат, а после на Флаймаунте добраться до Крепости Бурь в Пустоверте. В общем-то, убиваем Балтливого Кельтаса, сходим с ума от радости, если, конечно, выпал Феникс. Ведь шанс его дропа всего 1,7%. Либо же не сходим с ума от радости, а тяжело вздыхаем и идем прямиком в ад, вернее в пекло. Шестое. Огненные просторы и два маунта. Пламенное крыло Алис Разор и Чистокровный Огнеястреб. Рейд находится в Хиджале. Порталы в эту локацию есть в столицах обеих фракций. Уровень сложности не важен, вероятность выпадения птичек не изменяется. У первой это 2%, а у второй 1,7%. Для первого маунта достаточно будет убить Алис Разор, а для второго нужно будет убить всех боссов рейда, а потом уже нужного нам Рагнароса. Лутик проверили и побежали дальше. Седьмое. Хранилище Аркавона и маунт Большой Черный Боевой Мамонт. Рейд находится на озере Ледяных Оков. Добраться туда поможет портал в Старый Даларан, что есть в столицах у Орды и Альянса. Уровень сложности любой. Прилетев в локацию и убедившись в том, что данная зона принадлежит нашей фракции, мы заходим в рейд и всех там убиваем. С любого из боссов с вероятностью 1% может выпасть Мамонт. Полутали и погнали дальше. Восьмое. Престол Гросс и маунт Детят Зикунь. Рейд находится на острове Грома. Если вы не играли в Пандарии и у вас не открыт данный остров, сперва телепортируемся в Нефритовый лес, оттуда летим в Тонлунские степи и у НПС берем квест Надвигается Буря. Все, теперь уже бежим в сам рейд. Уровень сложности на ваш вкус. Шанс дропа 2,69%. Добираемся до Дзикунь, убиваем и лутаем. Ничего не выпало? Не расстраиваемся и идем в следующий рейд. Девятое. Цитадель Ледяной Короны и Маунт Непобедимый. Хм, я не думаю, что вы слышали об этом маунте. Он же самый безызвестный. Рейд находится в Ледяной Короне. Уже неоднократно упомянутый портал Старый Долоран поможет вам добраться до нужного места. Уровень сложности 25 героический. Убиваем всех боссов, разве что Валитрию можно пропустить, насколько я знаю. А после всего идем казнить Короля Лича. С вероятностью 0,78% нам могут выпасть поводья непобедимого. Полутали и поползли дальше. Десятое. Душа дракона и сразу три маунта. Эээээксперимент 12б, Пылающий дракон и Служанка-хранительница жизни. Рейд находится в Пещерах Времени. Портал также в столицах обеих фракций. Ставим уровень сложности 25 героек, чтобы можно было попытать удачу сразу на всех троих маунтов. И идем резать боссов. Забираем лут и узнаем, что у первого маунта шанс дропа 1,2%, у второго 3%, а у третьего 1,9%. Если ничего не выпало, не расстраиваемся совершенно. Собираем волю в кулак и идем дальше. 11. Литейная клана Черной горы и маунт Разрушитель Железноног. Рейд находится в Гаргронде, что в альтернативном Дреноре. Юзаем портал в Ашран, а дальше на флаймаунте до рейда. Меняем уровень сложности на Эпохальный и с вероятностью 2,42% пытаемся отобрать у Чернорука. Маунта. Не дает? Ой, пожалуйста, ну и не нужно. Собираем оставшуюся волю в кулак и двигаемся вперед в другие рейды. 12. Цитадель Адского пламени и маунт Аннигилятор из Оскверненной стали. Рейд находится в Танаанских джунглях на альтернативном Дреноре. Все тот же портал в Ашран в помощь. Уровень сложности ставим эпохальный и идем к чертовым демонам. Убиваем Архимонда и молимся Богу Рандома, чтобы мы попали в те 6% пользователей, у кого есть данное чудо. Шанс дропа которого аж 3,85%. Довольно-таки много. Вне зависимости от лута расправляем плечи и с гордо поднятой головой идем дальше. 13. Осада Аргримара и маунт Каркронский крушитель. Рейд находится в вечноцветущем доле. И у красненьких, и у синеньких есть порталы в нефритовый лес. Оттуда уже на флаймаунте до входа в рейд. Выбираем эпохальный уровень сложности и с боевым настроем убиваем в игре все и вся на своем пути. Гороша мы, разумеется, тоже не щадим. Вот и хорошо, потому что с него с вероятностью 1,26% может выпасть наш недокрасавец. Next. 14. Ульдуар и маунт головами Мирона. Рейд находится в грозовой гряде. Старый Долларан и ваш флаймаунт лучший способ добраться туда. Включаем режим берсерка и побеждаем всех боссов. С Йоксарона с вероятностью 0,99% может выпасть нужный транспорт. Такие дела. Ну а если вдруг никакой из маунтов не выпал, для утешения можно сходить в обсидиановое святилище, что в Драконием Погосте, и получить там двух стопроцентных маунтов. Черного Дракона и Сумеречного Дракона. Первый падает в сложности на 10 игроков, а второй на 25. Вы главное убивайте первым только центрального босса, Сарториона. Остальных до его смерти не трогайте, иначе шанс дропа будет не стопроцентным. Запомнили? Молодцы. Собственно, вот я и рассказала вам то, что должен знать каждый уважающий себя варсрафтер. Теперь я могу спать спокойно. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте оценивать видео лайком, если оно понравилось, и подписываться на меня, если понравилась я. Отдельное мерси спонсорам канала, чьи никнеймы у вас сейчас на экране. Хотите тоже быть среди них? Welcome! Спонсорская подписочка на YouTube вам в помощь. Ну а я, как обычно, желаю вам хорошего дня и прекраснейшего настроения. До скорого, малыши и малышки!